Здравствуйте! Вы смотрите программу «Цена вопроса», где мы продолжаем изучать различные сферы бизнеса. Сегодня все большую популярность приобретают фитнес-клубы как среди обывателей, так и в предпринимательской среде. Этот факт обусловлен нарастающей тенденцией к здоровому образу жизни среди россиян. Люди готовы тратить деньги на то, чтобы быть физически здоровыми, внешне красивыми и внутренне уверенными в себе и в своих силах. А вот как такой интерес сказывается на прибыли предпринимателей, сейчас узнаем. Вообще я начала с нулевого вложения, потому что изначально у меня не было этого помещения. Я работала по найму, ну как обычно, 5 дней в неделю, да, там с 9 до 5. И начала тренировки, арендовала чужое помещение, там было всего час. И у меня, в принципе, час времени, я после работы бежала, у меня была только одна группа. И, соответственно, то есть я набрала группу, они мне заплатили за абонемент, и я с этих денег платила за аренду. Ну вот мне ничего не нужно было. Наоборот, я копила для того, чтобы как раз эти деньги я вложила там в дизайн, в разработку логотипа и так далее. Поэтому, а когда уже взяли это помещение, то если говорить о конкретных цифрах, то мне понадобилось 300 тысяч, чтобы сделать ремонт, впустить там рекламу, какие-то такие базовые вещи. Ну, вообще, я начинала с помещения в 30 квадратных метров. В принципе, для начала это достаточно. Это помещение у меня в 54 квадратных метра только зал, да, то есть там раздевалка, это все отдельно. И это, в принципе, достаточно, потому что помещение в полном моем руководстве, да, я могу несколько тренировок в день назначать, да. И поэтому, в принципе, камерное такое занятие, оно намного эффективнее, когда людей мало, можно с каждым поработать, и тогда результат есть конкретный. Эстетика, я считаю, что в любом бизнесе важна, потому что человек приходит, он приходит за качеством, конечно же, да, за качественной услугой, за сервисом, но у него остается впечатление и от атмосферы, от помещения. Поэтому что-то можно минималистически, да, но должно быть аккуратно, красиво. В моем случае, если говорить на примере, я была одна, этого было достаточно, набрала группу только по мере развития, когда ты уже открываешь побольше направления, то тогда нужны партнеры, сотрудники и так далее. Ко мне присоединился единомышленник, к которому тоже понравилась моя идея, и мы вместе стали развиваться. Для начала, когда только-только начинаешь, ну, наверное, в зависимости от того, какой бизнес, вот для меня, мне себя было достаточно, а уже когда нас стало двое, тогда просто дело пошло быстрее. Ну, вообще, это очень интересная история, это реально так, взрослым сложнее себя дисциплинировать, например, чем привести ребенка, да, ребенка они готовы нести, тащить куда, да, там, на всякие разные направления, в разные места, ну, мы вообще привлекаем результатами, то есть, ну, вообще, допустим, моя вторая программа, она дистанционная, онлайн, то есть там не нужно никаких таких физических усилий, да, и там больше всего привлекает результат, и я работаю на сбалансированном питании, то есть у меня нет никаких там строгих диет, каких-то ограничений, то есть это тоже момент, который привлекает людей, то есть подход. По поводу фитнес-студия, ну, мы стараемся развить такую атмосферу, атмосферу семьи, поддержки, у нас все в рамках интенсива, либо какой-то конечной цели, да, и когда мы привлекаем клиента, то есть мы говорим об этом, да, что, во-первых, система скидок постоянным клиентам, какие-то мастер-классы, интенсивы, которые мы проводим бесплатно в рамках нашей студии, и клиент себя чувствует, в принципе, комфортно, да, и, ну, вообще, есть разные категории людей, категории людей, которым нравится больше фитнес-клуб, да, где никто на тебя не обращает внимания, и ты там где-то в углу, да, среди большого количества людей что-то делаешь, но если человек приходит за результатом, то ему именно важно вот такого плана, да, фитнес-студия, где поменьше народу, где тренер именно тебе уделяет внимания, то есть это тоже, опять-таки, подход более индивидуализированный, и, ну, вот мы так, у нас такая позиция, то есть мы так позиционируемся в соцсетях, и так подаем рекламу, и, в принципе, так общаемся с клиентами. Ну, мы берем от 4 до 6 максимум, то есть бывает и когда 8, но мы стараемся уменьшить количество людей, увеличить количество групп, чтобы было поработать, была возможность поработать с людьми. Например, если человек приходит на растяжку, и у него нет, там, природных данных, да, то, соответственно, это где-то год, наверное, да, чтобы он конкретно там получил, допустим, у него мечта сесть на шпагат. То есть это очень индивидуально, если говорить о снижении, там, веса, да, то это уже результат месяц, если дополнительно работать с питанием. И как раз, говоря о привлечении, то есть, например, если человек покупает у нас абонемент, то консультация фитнес-диетолога у нас включается. Мы помогаем максимально человеку получить этот результат. Программа у меня дистанционная тоже, она долгосрочная, двухмесячная, и в рамках этой программы я делаю какие-то марафоны, которые также я могу предложить, или какие-то разовые консультации, и все это, ну, в рамках абонемента. Мы также предлагаем фитнес-туры летом, в основном, да, мы это организовываем, потому что лето – это такое время, когда хочется на природе, не в помещении. Ну, максимально заинтересовываем. Здесь в основном занимаются, так как мы находимся в спальном районе, то есть эта студия важна для тех, кто вокруг нас, ну, и те, кто экономит, например, время, да, когда есть под боком, они лучше сюда придут, чем там, не знаю, возле метро. Дистанционная программа, ну, это тоже другая категория людей, которые, например, вообще не любят фитнес, не любят какие-то нагрузки, и они хотят, например, добиться результата, да, тогда мы работаем с питанием. Вообще, по поводу рекламы, из своего личного опыта нужно пробовать везде, потому что вы не знаете, где проскочит, да, твоя целевая аудитория, и тоже она везде разная, там, 50 лет, если женщина, я не знаю, она больше сарафан, через сарафан на радио может, да, прийти, там, подруга посоветовала, результат есть, уже более, да, молодое поколение, они в основном в соцсетях через Инстаграм, в основном через Инстаграм, и у нас и уличная реклама действует, и сарафан на радио, и в соцсети. Вообще, в фитнес-студии самое минимальное оборудование – это коврики, больше ничего не надо, но если, вот когда мы оборудовали это помещение, то есть тут должна быть вентиляция, да, зеркала, то есть это самое такое, скажем, дорогостоящее вложение было, но многие, например, клиенты согласны работать и без зеркал, то есть я знаю, что есть такие направления, студии, где специально не вешают зеркала, ну, чтобы люди на себя не смотрели, более себя комфортно чувствовали. Поэтому самое дорогостоящее, я бы сказала, да, это вентиляция и зеркала, а все остальное – это смотря какое тоже направление. Но на растяжку нужны только коврики, максимум там кирпичи. Нужно изначально иметь бизнес-план и понимать, прописать, да, все, что вы хотите конкретно, какое помещение, сколько аренда. В моем случае риск не оправдать эту аренду, которую я плачу, да, но у нас есть цель выкупить это помещение, поэтому мы максимально тут работаем. Таких прям огромных рисков нет, потому что в любом случае, если, например, у вас нет своего помещения в полную аренду, вы ничем не рискуете, вы же арендуете в другом месте, там, час-два, то есть вы конкретно знаете, сколько вам нужно арендовать помещение. Поэтому в плане этого таких рисков нет. Если убрать помещение, там, в суду, да, или в ипотеку, тогда нужно обязательно бизнес-план просчитать все заранее. Лично, так как мой опыт был, что я пробовала, то я тоже советую попробовать, потому что, ну, вообще нужно отклик, да, от клиентов и вообще понять, вы хотите этим конкретно сами заниматься или вам просто, вы подумали, что это вау-направление, и оно принесет много денег, да. Но, опять-таки, я не исходила из этого, да, исходила больше из того, о чем я мечтаю, вот, и поэтому, да, лучше сначала попробуйте, как раз вы попробуете, какое направление вам больше подходит. Я начинала с функциональной, например, тренировки. Сейчас я больше веду танцевальные направления и растяжку, да. То есть можно как раз понять, в чем вы хотите себя попробовать. Опять-таки от цели, да, зависит. Например, мне нравится тренировать. Несмотря на то, что я больше в направлении по снижению веса, ну, я все-таки не бросаю тренерства пока что, да, пока нет у меня сотрудников по всем направлениям. Я бы, допустим, занималась конкретно там зумбой, да, или растяжкой. То есть мне это нравится, и я бы этим занималась. Мы же работаем с телом человека, с организмом, конечно, нужно все понимать, как он устроен. Поэтому это круто, когда ты эксперт в этом. Вообще, если говорить о окупаемости, например, если полная занятость вот этого помещения, да, по бизнес-плану, это от 200 тысяч. То есть вот это помещение, чистая прибыль может принести 200-300, но не больше. Из-за того, что здесь вот 54 квадратных метра, даже если будет вообще там с 9 часов утра до самого вечера группы, ну, есть ограничения конкретные. Поэтому мы работаем еще и онлайн, да, чтобы расширить бюджет, так скажем, прибыль свою. Вот, кстати, я хотела еще, может, даже как совет, да, что важно находиться в сообществе. Вот мы в этом помещении, у нас несколько проектов, да, и у нас, я уже упоминала, есть бизнес-клуб «Элита», и у нас очень много таких деятельных людей из разных абсолютно направлений. И когда мы собираемся вместе в нетворкинге, общаемся, у нас есть какие-то точки соприкосновения. Например, там, допустим, да, у нас есть сработник, так скажем, да, бизнес-партнер, который занимается дизайном, графическим дизайном. То есть мы с ним можем договориться либо по бартеру, если это выгодно, да, либо на каких-то скидочных условиях, и она мне, например, сделает дизайн, а она у меня, допустим, позанимается, да, там, ну, сколько-то там. Вот, поэтому это выгодно, когда ты не один, а когда ты в каком-то сообществе находишься. И вот в этом плане, да, затрат становится меньше, ты на чем-то можешь сэкономить, да. Это круто, когда есть люди, с кем ты какую-то связь держишь. Вообще сфера фитнеса, сфера питания – это сейчас, ну, это всегда было в тренде, да, но сегодня особенно, потому что сейчас идет тенденция к экологичности, да, к здоровью, как сохранить здоровье, как сохранить долголетие, как чувствовать себя бодрым, энергичным. И, в принципе, сейчас все в этом направлении, в направлении антиэйдж. И возраст тоже у нас омолаживается, да, и всегда очень важно делать эко-сервис. То есть если мы говорим, там, о фитнесе, да, а, ну, даже о питании, да, стараться все сделать экологично, насколько это возможно, да, экологично подавать услуги, да, экологично подавать себя, ну, то есть вплоть до этого, да, какие-то экопродукции, то есть во всем, если есть позиционирование эко, то тогда ты в тренде, во-первых, да, во-вторых, ты несешь определенную миссию. То есть ты помогаешь человеку сохранить здоровье во всех сферах. И, в принципе, идея центра здоровья в этом и заключается. То есть я не только про фитнес, да, не только про питание, там абсолютно я хочу создать сообщество врачей, которое будет, там, вплоть от диагностики до лечения каких-то заболеваний работать. То есть это такой центр, где человек попадает, и все, его там все полностью обслуживает. А сейчас проблема в том, что человек не знает, где найти врача в этой области, в той области, и, к сожалению, у нас в этой сфере дыра. В фитнес-клубе в более низкой цене с ограничением по времени посещение клуба привлечет студентов. А абонементы выходного дня, позволяющие посещать фитнес-клуб исключительно в выходные дни, будут востребованы у работающих и занятых клиентов. В каждом бизнесе, каждый бизнесмен понимает, какие вещи ему можно упростить. Потому что зачастую, вы знаете, с развитием бизнеса возникает энное количество менеджеров, которые занимаются одним и тем же, но под разным углом. И если быть честным с самим собой, однажды сесть и совершить ревизию своего бизнеса, вы вдруг увидите, что вы можете упростить процессы, вы можете действительно ускорить многие процессы. Потому что чем больше людей в этом процессе задействовано, тем больше передаточных звеней. Чем больше передаточных звеней, тем дольше идет процесс. Посмотрите на свой бизнес. Возможно, от каких-то людей вам надо будет избавиться. Возможно, от каких-то процессов надо избавиться, потому что они бессмысленны и не нужны. Автоматизировать все нереально. Вы знаете, я с интересом слушал высказывания одного большого банка о том, что мы сейчас сделаем полностью автоматизированный офис. И вы знаете, я все время смеялся над этим, потому что человек, приходя в банк, нуждается в том, чтобы его встречал человек, чтобы он общался глаза в глаза с человеком, чтобы он задавал вопросы человеку. Нельзя автоматизировать все процессы. Есть рутинная работа, ее можно автоматизировать. Конвейер, пожалуйста, хороший наглядный пример. То, что человек будет делать, возможно, хуже, делает робот. Однозначная кооперация, которая делает робот, это улучшение процесса. Но есть вещи, которые нельзя автоматизировать. Поэтому в каждом конкретном бизнесе вы посмотрите. Если это приведет к тому, что у вас пропадет, а у вас бизнес может быть основан на человеческом общении, если у вас пропадет человеческое общение за счет автоматизации каких-то процессов, друзья мои, вы потеряете. А если ваша автоматизация действительно не связана с людьми, а связана с процессом, тогда вы выиграете. Поэтому в каждом бизнесе это все индивидуально. Смотрите, анализируйте свой именно бизнес. Тогда вы поймете, что можно автоматизировать, а что нельзя. Любые ваши интересные задачи и нововведения будут только на пользу фитнес-бизнесу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!